Приветствую всех, кто задумался о том, стоит ли покупать DayZ и стоит ли в него, собственно, играть в принципе. В этом видео я постараюсь ответить на эти и другие вопросы, которые могут возникнуть по ходу. Итак, DayZ. Что это за игра? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит углубиться в историю. С самого начала DayZ представлял из себя всего лишь мод. Мод к игре Arma 2. И этот самый мод был весьма популярен, что в конечном итоге и привело к тому, что было решено создать отдельную игру. Но, увы, дела в разработчиков пошли не очень гладко. Исходя из того, что мне удалось подчерпнуть в интернете касательно DayZ, я пришёл к выводу, что мод был лучше, чем отдельная игра. Плюс ко всему, к этому моду были свои моды, так скажем. Короче, комьюнити мода изгалялась над этим самым модом как могло. И, как ни странно, делала даже лучше, чем первоначальная задумка. Сейчас же, на момент записи видео, на дворе 2020 год. И, собственно, сейчас я постараюсь рассказать о том, что из себя представляет DayZ на текущий момент. Если что, речь идёт о DayZ как об отдельной игре. Начнём рассматривать игру, как и обычно, с обёртки. Ну, что можно сказать о графике игры? В целом, она неплоха. Честно говоря, скачивая игру, я ждал худшего. Но был приятно удивлён. Графон в игре вполне хорош, и, в общем-то, даже можно насладиться картинкой. И это всё при хорошей оптимизации. Ну, по крайней мере, я так это ощутил. Кстати, что по части геймдизайна? Местами всё хорошо, а местами ты возвращаешься в реальность. И такой, ууу, а это я уже где-то видел. Ууу, а эту текстурку я тоже где-то видел. И всё в таком роде. Но, как вы уже поняли, и как это ни странно, в целом мне зашло. Потому как смотрится всё довольно органично. Разумеется, за исключением домов и того, что у них там внутри. Ну и немного странных машин в придачу. Сравнивая текущее техническое состояние игры с тем, что я видел в старых обзорах, я могу сказать, что всё изменилось в лучшую сторону. Что ж, раз уж я упомянул о том, что у меня были некоторые предубеждения касательно этой игры, то о них, собственно, и продолжу разговор. Рассинхрон, баги, читеры и прочая ересь. Присутствует ли она здесь? Да, присутствует, конечно же. Но, как ни странно, ничего критичного нет. За всё проведённое время в игре я практически не сталкивался с багами. Да и с того, с чем я столкнулся, половина багов была не багами, а скорее моей личной тупизной. Итак, мы играем за человека рандомной внешности, который заспавнился не пойми где. Уже на стадии, когда обзор почти был готов, я осознал, что допустил ошибку. Так вот, если что, персонаж у нас не рандомный, его можно кастомизировать. Просто я заметил это далеко не сразу. Ладно, погнали дальше. В сумках нашего педра... Стоп, какие сумки? В трусах и футболке нашего персонажа мы находим стартерпак выживальщика. Ну, в общем, чуток еды, камни, тряпки и прочая ересь. Персонаж имеет несколько индикаторов, которые нам показывают его состояние. А это означает, что для того, чтобы не помереть, нам нужно следить за всем этим. Вовремя есть, пить и одевать шапку и шарфик зимой. Ну и, разумеется, с бомжами в драку не вступать, а то ещё покусают и начнётся кровотечение. Что же делать дальше, когда уже заспавнился и проверил свои тудуханы? А это уже решайте сами. Бегайте, орите, избивайте зомби, собирайте лут и шарите всех нахер. Ну а ещё можно попытаться с кем-нибудь закорешиться. Ну, разумеется, с игроком, а не с зомби. Хотя это было бы круто. Правда, зачастую игроки тут друг друга убивают. Так что вот как-то так. Смотрите сами. Ну и ещё один момент. В игре есть множество серверов. Как официальных, так и созданных сообществом. Короче, каждый сможет найти себя. Бимит по душе. Кстати, между делом. Карта в игре огромная. И, мягко говоря, бежать с одного края карты до другого. Весьма муторно. Проще будет совершить самоубийство и заспавниться заново. Кстати, да. В игре можно самостоятельно закончить свои страдания в этом бренном мире. Используя при этом практически любое оружие и... Можно ли так выразиться в данном контексте? Наслаждаясь разными анимациями. Что ещё касательно фишек игры? Ну, например, то, что создатели игры решили удариться в реализм. Ну, в некотором роде. Например, вы должны самостоятельно заряжать магазины. Вталкивая в них по одной пульке. Самолично придергивать затвор. Чинить оружие. Средить за весом. Ну и, в общем-то, вести менеджмент вещей. Досходование вашей выносливости и тем самым повышение желания жрать будет варьироваться от того, как вы двигаетесь и от того, по какой поверхности вы двигаетесь. В случае, если вас укусили или подстрелили, то у вас начинается кровотечение. Сие нужно срочно нейтрализовывать перевязкой, либо вы умрёте. И умрёте довольно быстро. Если крови у вас осталось немного, так скажем, то мир предстанет перед вашими глазами чёрно-белым. Раз уж заговорили о крови, то, собственно, о ней и продолжим. Боже, блин, какие у меня темы в видео. Ютуб, не бань меня, пожалуйста. Если у вас есть всё необходимое, то другой игрок может вам пожертвовать чуть-чуть своей крови. Ну, то есть сделать переливание. Но, опять же, стоит следить за тем, какая у вас группа этой самой крови. Ещё вы можете готовить еду и следить за тем, чтобы она не подгорела, разумеется, предварительно проредив тайгу для того, чтобы сделать костёр. В бутылке можно набирать воду, а потом травануться, потому что вода была нифига не чистая, и нефиг было вообще из лужи воду набирать. В общем, в игре есть много разных замоточек в этом плане. Не будем обсуждать всё, а то видео затянется. Какие же впечатления в целом оставляет после себя игра? В основном положительные. В DZ большой и в целом проработанный, хоть и с некоторыми шероховатостями, мир, по которому интересно бегать и в котором интересно выживать. То, что требуется, так скажем, заботиться о персонаже, создаёт элемент погружения. А этому, в свою очередь, помогает хорошая графика и звук, о котором я, конечно же, забыл сказать ранее. Хотя я особо и не знаю, что об этом можно сказать. В целом, звуков в игре немало, а сюрреализма, в принципе, нет. Хотя, опять же, местами и есть к чему придраться, но не буду. Ведь, как уже сказал ранее, в общем всё неплохо. Лично я, в конечном итоге, могу выделить только два минуса. Первый, это цена. А второй, это то, что играть в DZ одному весьма скучно. Теперь же, главный вопрос. Стоит ли покупать DZ? В случае, когда вы осознаёте, что игра не идеальна, но хороша, когда вам нравится такой сеттинг и концепт игры, и вы готовы к тому, что можете легко умереть и потерять всё нажитое добро, то, да, покупайте. А в том случае, когда у вас есть сомнения, или же вы понимаете, что со временем вам станет здесь скучно, то, пожалуй, нет. Игра-то хорошая, но столько денег за порой вечеров, это слишком дорого. Ну а на этом мы, пожалуй, и закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Всё это, правда, важно для меня. Всем удачи, ещё увидимся. Пока.